Друзья, вот читая некоторые комментарии, хочу сказать, что посыл моих видео вовсе не в том, чтобы показать, что у нас все хорошо, а у них все плохо. Нет. А в том, чтобы показать наглядно, что у нас не все так плохо, как рисуют нам некоторые деятели. Потому что, если послушать каких-нибудь оппозиционеров, яблочников, эхо Москвы и так далее, то вообще на улицу выходить страшно, такое ощущение, что там идет атомная война, а выходишь, и ничего, нормально. Или вот эти страшилки в стиле Варламова, они рассчитаны на что? На формирование негативного восприятия. Я не знаю, понимает он это или нет, и специально он это делает, или просто по недалекости. Но именно так формируется негативный пласт мышления, что у нас все плохо, мы ничего сами не умеем и так далее. И вот когда человек постоянно это служит, то он начинает во все это верить и видеть вокруг все вот эти негативные проявления не способны перевести свой взгляд в другую сторону, сместить немного фокус. Понимаете, если человеку постоянно показывать помойку, то он и сам станет внутренней помойкой. Страну можно сравнить с квартирой. Вот представьте, в квартире есть много приятного и хорошего. Это окно, за которым двор с деревьями, какие-то красивые предметы в квартире, животные, там кошечки, собачки у кого есть, телевизор, книги, предметы хобби, какие-то увлечения, там пианино, мольберт, кто рисует, диван, на котором можно полежать, отдохнуть, поспать, дети, цветы, картины, иконы, есть кухня, есть холодильник, а есть в каждой квартире помойное ведро. Вот оно стоит там в углу за закрытыми дверцами и воняет, и мы его периодически выносим. Так вот, человек, вечно всем недовольный, вечно все текущее и не видящее ничего позитивного, это человек, который приходит домой, открывает вот эти дверцы, садится возле помойного ведра и пялится в него, и дышит этой вонью. Но мы же так не делаем. И вместо того, чтобы обернуться по сторонам, увидеть пианино в углу, книжку интересную почитать, с детьми поиграть, нет, он пялится в помойное ведро и ничего больше не видит, видит только его. Так хочется сказать, встань, человек, посмотри вокруг, но вынеси ведро, в конце концов, сделай что-нибудь. Притом, все те же самые проблемы есть и в других странах, представьте себе, и в той же благополучной Америке, и грязь на улицах, и нищета, и закрываются заводы, и есть упадок в городах, и коррупции хватает, и так далее. Но они об этом не кричат из всех углов. Это какая-то наша национальная черта самобичевания. Некоторые россияне обладают очень странным психотипом, особенностью которого является любовь к демонстрации, собственно, немощи, провалов, проблем, недостатков и прочих негативных проявлений. Например, европейцы никогда не станут фотографировать самые грязные уголки своих городов, с экстазом выкладывать их в интернет под лозунгом «Вот, смотрите, как мы живем!». Хотя грязи в Европе достаточно, и даже в крупных туристических городах. Вот вы знаете какого-нибудь известного западного блогера, который ездит и снимает грязь, и разруху Америки или Европы, и с этим ассоциирует всю страну? Нет. Нам показывают красивый Нью-Йорк в огнях, красивые улицы. Но зачем у нас все это выворачивается наизнанку? Есть проблемы естественного порядка. Это отток населения в крупные города, из-за чего происходит убыль в деревнях, в поселках, в маленьких городах. Они пустеют, вымирают. Это называется урбанизация, такая трансформация жизненного пространства. Это общемировая тенденция. Также закрываются некоторые предприятия в силу их неактуальности и нерентабельности. И когда, например, начинаешь говорить о достижениях современной России, становлении предприятий, инфраструктуры после 90-х годов, то тут же в комментариях появляется какой-нибудь умник и начинает говорить, что при Путине, и чуть ли не им лично, было разрушено такое-то, такое-то количество заводов. Даже гуляет список этих заводов, причем это всегда сопровождается таким набором тезисов, что после прочтения в памяти прочно закрепляется картина, что Путин лично ездил по этим заводам, чуть ли не сломом, крушил там все подряд, чтобы не дать российской экономике развиться. Ну это же бред. И вот когда начинаешь вникать, оказывается, что и за списком этим не все так однозначно. Вот я его когда читал, обратил внимание, что в нем присутствует аж пять заводов по изготовлению механических часов. Притом стоит дата основания и дата закрытия, при этом в скобках написано не закрыт, а убит. Для усиления риторики такого негативного эффекта. И я сразу думаю, ну хорошо, вполне возможно, что эти заводы закрылись там из-за нерентабельности, отсутствия спроса, но вот кто сейчас носит механические часы? Вот кому они нужны? Вот, кстати, напишите в комментариях, носит кто-нибудь из вас механические часы? И потом думаю, ну и при чем здесь Путин? Или это что, такой намек, что он должен был во что бы то ни стало спасти производство любой ценой, заставить людей покупать продукцию этих заводов, которая им не нужна? При этом, когда государство поддерживает наш не очень конкурентный автопром, то и здесь раздается критика, зачем вы это делаете, тратите деньги, отпустите их на свободный рынок, пускай разорятся, так разорятся, а мы будем покупать иностранные машины. И так абсолютно во всем. Но самое интересное, что я по привычке решил проверить, а что же случилось, ну вот с этими часовыми заводами. И, о чудо, оказалось, что они прекрасно себе работают и выпускают продукцию, представьте. Часовой завод Восток, Пензенский часовой завод, даже слоган у них вполне себе. Стильно, современно, изысканно, все самое лучшее. Часовой завод Слава, Челябинский часовой завод Молния и так далее, и так далее. То есть, понимаете, я тоже уже был готов в это поверить, потому что, ну, это вполне реальная ситуация. Ну, что такого? Рыночная экономика, конкуренция, отсутствие спроса, все может быть. Но оказалось, что даже это просто прямое наглое вранье. И я не удивлюсь, если проверить все остальные предприятия из этого списка, то окажется, что все они прекрасно себе работают. То есть, понимаете, какой расчет? Что никто не будет проверять, вникать и просто это вывалить на человека, чтобы что? Вот зачем? Вот какая у этого всего цель? Вот может кто-нибудь ответить, кто это делает и кто вбрасывает и для чего? Зачем кто-то намеренно формирует негативное отношение к стране? А ведь это складывается из маленьких кирпичиков. Там плохо, там расстроился, здесь что-то не так, тут разочаровался. А оказывается, все это восприятие строится на ложных утверждениях или просто на каких-то негативных проявлениях без понимания контекста. И вот человек начинает люто ругать власть, ходить на митинги и портить себе жизнь, вместо того, чтобы ей наслаждаться. И вообще это реально тенденция. У людей формируется какая-то наркотическая зависимость от плохих новостей. И они постоянно ищут дозу этого негатива. И что еще хуже, подсаживают на это своих знакомых. Притом еще раз хочу подчеркнуть, когда в комментариях пишут, почему вы не можете порадоваться достижением и успехом других людей. Вот этот комментарий. Нет, вы заблуждаетесь. Патриотизм, прибежище идиотов. Совершенно другое дело, когда люди восхищаются, когда у талантливых людей что-то получается, к какому бы государству они не принадлежали. И от обратного, если люди творят какую-то дичь, откровенную даже в области того, что они просто не следят за своими высказываниями и позорят всех нас и свою страну, следуя вашей логике, нужно молчать. Посмотрев ваш ролик, я понял, что своих надо хвалить всегда, а нас ругать постоянно. Они же враги. Может, тогда обрисуете, тогда точные ориентиры реакции, чтобы не обижать Роскосмос, критикуя. Нет, дорогой комментатор, мы умеем радоваться достижениям и успехам людей, стран, когда это действительно достижение. И мне симпатичен Илон Маск, и то, что он делает, все это круто, красиво, креативно, я согласен. И нравится Тони Старк, Мстители, Марвел, Голливуд, Том Круз, все, что касается интернета, там, Ютуб, Эппл, Макдональдс. Да, я очень люблю Макдональдс, люблю западную музыку и так далее. Но когда достижения Илона Маска преподносятся как прорывные, хотя, по сути, они просто догнали нас в том, что мы сделали 50 лет назад, ну, извините, я не могу считать это супер достижением. Понимаете, наши корабли летают уже 50 лет. И после закрытия программы шаттлов, НАСА летает на наших корабликах. И вот сейчас они сделали что-то подобное, и весь мир должен ахнуть. Ну, с чего? С того, что это эффектно и круто по дизайну? Хорошо, согласен, да, круто по дизайну. То, что ракета возвращается, ну, наверное, для нас это не так актуально, потому что, если учесть, сколько денег было потрачено на реализацию, и сколько ракет было убито впустую, зачем нам это, когда у нас есть нормально работающий механизм? Почему мы обязательно должны что-то копировать? Какой в этом практический смысл? Ведь для посадки ступени требуется 6 тонн топлива. Но нам, например, гораздо выгоднее вместо этих 6 тонн топлива, которые надо прокатить туда-сюда, отправить в космос пару-тройку космических аппаратов. При этом, если у Маска Старшип это сверхтяжелая ракета-носитель, рассчитанная на 100 тонн груза, ну, может им и имеет смысл заморочиться с тем, чтобы она возвращалась. А у нас есть и средний, и легкий носитель. И Роскосмос может выбирать, в зависимости от задачи, какую ракету выбрать, чтобы не гонять зазря незагруженную тяжелую ракету. То есть Роскосмос планирует запуски максимально эффективно. Так что места для лишнего топлива там не бывает, и это гораздо практичнее, чем использование возвращаемой ступени. Ну, по крайней мере, пока так. Понимаете, опять же, во всем важен контекст и детали. Но ведь слетать в космос, это в первую очередь безопасность, а не эффектность. Если наши корабли безопасны и надежны, то мы и будем на них летать. Просто понимаете, Америка снимает крутые фильмы, которые смотрит весь мир. И там они куда только не летают. И к ним кто только не прилетает. И вот реально, в своих фильмах они до сих пор используют этот образ шаттла, и как будто бы летают на них. Ну, это фантастика. А в реальности они летают на российских устаревших, как они говорят, кораблях. И не могут отказаться от российских устаревших двигателей. Но в области пиара они, несомненно, достигли огромных успехов. Поэтому не делайте, друзья, неправильные выводы относительно того, что я говорю. Даже больше. Если такие выводы у вас появляются, значит, что-то неправильно в вашем восприятии. Есть какая-то предвзятость. Америка реально крутая страна, давшая миру реально много прорывных технологий в плане быта, в плане сервиса. Но они не могли не дать, потому что это единственная крупная страна, которая не пострадала во Второй мировой войне. И за счет этого получила конкурентные преимущества на долгие-долгие годы вперед. И пока США вот строили свою экономику, которая позволила им все это воплотить, весь мир, воюя друг с другом, сначала разрушал все, что было создано до этого, а потом восстанавливал, зализывал раны. Поэтому это вполне закономерно. Пока одни решали задачу, как бы им выжить, Америка от полноты возможностей, от полноты средств придумывала, как бы сделать и без того счастливую жизнь еще комфортнее. И потом эти достижения были перенесены на весь остальной мир. Но те новые ценности, которые они пытаются навязать всему миру, мне не близки. Да и в самой Америке они многим не близки. И надо эти вещи разделять. А нам, россиянам, надо вот что понимать. Нам не надо становиться лучше, чем другие страны. Это фундаментальная ошибка, которая портит людям жизнь. Мы никогда не станем Америкой. И это не нужно. Нам нужно становиться лучше, чем мы были вчера. Вот смотрите, в 90-е годы наркомания, бандитизм, разруха. Изменили это? Стало лучше? Несомненно. Сегодня нам есть к чему стремиться? Конечно есть. Борьба с бедностью, развитие экономики, инфраструктуры и так далее. Не надо пытаться прыгнуть за горизонт. Не надо сравнивать себя с другими странами и хотеть стать как они. Это нереально. У каждой страны свой путь. А надо просто становиться лучше, чем мы были вчера. И кажется, у нас это получается. Разве нет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok